Исузу их уже где-то в Ульяновске собирают? Это шасси Хина. Это вот уже большой фургон какой-то будет, да? Это вот фордики. Это вот Форд Транзит это называют? Форд Транзит, да. Самая длинная база колесная тоже с удлинением свеса. То есть это уже под клиенты, да. А Хина у нас в России пока не собирают. Вы, наверное, пионерами были по цинкованию. Ну, в России возможно. Подушка надувается, все, ось уже отрывается от земли. Кто, может быть, помнит, были ролики про производство фургонов из Новосибирска. Евгений уже рассказывал про свой завод в Новосибирске. Вот сегодня я нахожусь в Подмосковье. Деревня я так и не понял, как называется. Деревня называется Моносеево. Моносеево. Район 20 километров от МКАД. Вокруг поля, коттеджи. И вот как раз везут шасси. Шасси везут? Прям вот надо же так. Совпало. Шасси под монтаж? Да. Это какое шасси? Это Исузу. Исузу, да? Да. В общем, получается, что в Подмосковье есть представительство. Даже не представительство, неправильно. Есть завод маленький. Горочная площадка производственная, да. Да, где производят фургоны, тут как бы сборка. Все-таки основные материалы, сэндвич приходит из Новосибирска. Да, все поступает сюда фурами из города Новосибирск, где основное предприятие сэндвич. Либо это какие-то комплекты фургонов, либо это уже готовые фургоны. И здесь поступают шасси с заводов, либо дистрибьюторов. И уже происходит сборка и передача готовых машин. Ну, то есть цель была такая, наверное, поближе к потребителю. Да, конечно. То есть очень много клиентов, которые находятся в западной части России. И спрос имеется на нашу продукцию. И вот как следствие, что мы вынуждены были построить еще здесь первый корпус наш. А если мы сейчас вокруг обойдем для начала, получится у нас? Мы можем попробовать пойти, там если открыт у нас доступ. То есть вот это пришло шасси, а это фургоны стоят, они разгружали заготовки, да? Да, это фуры пришли, вчера их выгружали. Там пришли готовые фургоны и комплекты фургонов пришли. А Исузу их уже где-то в Ульяновске собирают? Это, да, они собираются в Ульяновске на заводе Исузу Рус. Это вот под клиенты корпоративного шасси стоят. Все, что здесь есть, это уже ждет в своих навесах все продано, да? Да, но уже где-то вот эти, кроме ФАВа, это все Исузу, они все под клиентов. А ФАВ пока еще не надстроен. Вот они только новую модельку завезли в Россию. В январе мы их получили. На прошлой неделе получили УТТС. И теперь сейчас будем начинать застройку. Евгений, я вот смотрю, Исузу-то что-то совсем база короткая? Это самая маленькая Исузу, которая существует в России. И здесь трехметровый фургон. На этих шасси будут ставить фургоны мороженицы. Для доставки продукции внутри Москвы. То есть они, ну, компактных размеров, в принципе, достаточно удобно. Мороженицы больше, наверное, не должны быть, надо успеть съесть все, довести. Ну, да, то есть, чтобы не растаяло. Не растаяло. Да. Вот, там у нас форды стоят. Это шасси Хина. Это вот уже большой фургон какой-то будет, да? Да, здесь 7,5 метров фургон будет стоять. Хина, евро-5. 18 тонн полная масса. Везет на себе грузоподъемность порядка на 10 тонн. А это вот с номерами уже? А это вот пришел разбитый фургон. После ДТП восстановили. Вот он, фургон стоит. А, на ремонт, да? Да. Это вот такое, там, достаточно было серьезное ДТП. И не знаю, может быть, я потом смогу фотографии приложить. Ну, по сути-то фургон остался целый. Ну, вот есть, да, трещины у фургона. Есть, конечно, повреждения. Но клиент решил, ну, поскольку все-таки это мороженое, и там температурный режим такой, что нужно... Герметичная была идеальная. Решил поменять сам фургон, а само оборудование холодильное мы оставим. Ну, то есть вы сейчас будете вынимать оттуда все? Да, оборудование будем вытаскивать. И ремонтировать. Новый дел. Да, новый фургон. Оборудование внутрь. Это вот фордики. Это вот Ford Transit. Ford Transit, да. Самая длинная база колесная тоже, с удлинением свеса. Тут рама интересная. Она, кстати, коробчатая получается. Она у них модульная, как, в принципе, большинство европейцев, американцев. То есть она у них универсальная достаточно. И позволяет устанавливать фургоны без надрамника, что уменьшает вес надстройки. А, вот что дело. Здесь вот уже предусмотрены отверстия для того, чтобы фургон сразу монтировать непосредственно на раму. Пруд, смотрю, тут у вас. Красиво выращиваете? Здесь у нас пожарный водоем. Вот пожарный водоем, ну, по требованиям пожарной безопасности, он должен быть обязательно. Ну, там рыбу мы пускали. Если компрессор там работает? Ну, циркуляция воды. А, циркуляция. Она же обязательно должна быть, чтобы не заиливалась. То есть это, ну, вот именно пожарный водоем, да. Сотовая связь у нас своя, да? Да, у нас сотовая связь своя, да. То есть, в принципе, к войне готовы, да. Вон там дизель-генератор у нас стоит. На случай, если что. Котельная? Котельная. Нет, котельная здесь на щепе. На щепе? Да. Ух, как интересно. Ну, к сожалению, с газом достаточно были большие проблемы. То есть, сколько тут километров от Москвы-то? 20 километров. А газа нет? А газа нет. Ну, как, после того, как мы построили, выяснилось, что все-таки газ есть. А, есть. Как оказалось, все-таки он есть, да. А это что такое? Это, ну, бункер, куда приезжают щеповозы. А, все, понял. И выгружают внутрь. Да, это вот у нас китайцы стоят. Вот, в принципе, вот они доехали и раму у них даже еще пока не прожарели. А, вот Tiger V, вот эти вот, да, новые машинки интересные. Все интересные, конечно, машинки. А сколько вот для... Вот эта машина, мне вчера сказали, стоит миллион семьсот... Миллион восемьсот двадцать, вот эта вот длина база. Самая длинная, да, база. Да, самая длинная миллион восемьсот двадцать. А сколько стоит вот до сравнения, там, вот, того же класса грузоподъемности Хина и Сузу? Ну, разница-то, я, конечно, прям идеально цены-то не знаю, да, порядок могу только сказать. Но это миллион восемьсот двадцать уже все полностью. Да, 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 да. То есть с уделизационными сборами совсем, да. Но вот, получается, ИСУ аналогичная, наверное, это семь с половиной тонн полная масса, да. У ИСУ, наверное, и у Хина эта цена где-то в районе, ну, и у ФУСа тоже 3200, наверное, где-то так. А, цена вполне как бы конкурентная, да, почти с процентов на 30? но даже по ну да где-то 335 наверно да это на чем это все хина 18 тонны вот это уже клиентов своих ждут это уже не да они уже вот подготовленный вин номер нанесен я вижу просто что он уже там то есть это уже под клиента до ахина у нас в россии пока не собирает они это не еще не собирают они с насколько я из пресса знаю они подмосковье в химках по моему строят завод планируют то есть у вас планы есть еще по расширению да да это вот мы сейчас то что мы смотрим и видим это наш первый секс скажем так здесь с небольшим офисом на втором этаже в углу со складиком на маленьким это ну сборочное производство пока дальнейшем планируем конечно построить аналогичный завод как с полным циклом производства пока есть нюансы связанные с цинкованием потому что но все-таки мы все свои надрамники например они у нас горячий цинкованные можно показать я меня в первый раз тогда когда я увидел вашу продукцию в хабаровске там больше всего понравилось ни у кого не видел вы наверно пионерами были по цинкованию в россии возможно мне в мире понятная про россии имею ввиду да то есть я у нас много по предприятиям езжу собственно я заметил что совсем недавно только допустим лесники начали использовать там цинкование отдельных деталей но лесники имею ввиду те кто делает лесоизготовительную технику да а вы первые кто скажем так сделал полностью цинкованный на драме ну вот по этой машинке в принципе можно и посмотреть как происходит понять как происходит вообще процесс наш то есть у нас получается мы изготавливаем ну шасси понятно приходит там с ульяновского в частности сузова потом мы перемещаем сюда однодрамники стараемся это делать заранее однодрамники устанавливают на шасси делают проводку то есть готовят полностью и там через какое-то время там через дня три-четыре перемещается фургон из новосибирска уже собраны это специальный пруток у вас приварен к нему проводка вся цепляет за пруток для того чтобы можно было кабель кабель интересный пост какой-то специально плоский кабель и везем моего из европы сожалению в россии только круглые должен быть плоский для того чтобы можно было вот здесь вот находится два зубца соединений защелкиваем мы протыкаем кабель получается изоляцию кабеля ну и тем самым получаем соединение электрическое но здесь это все запаяно единое целое кераметичные все очень да то есть вот она тоже приходит в таком виде и вот через этот кабель она соединяется потом фишка вот здесь вот выходит ну и вот потом приходит фургон мы увидим внутри и происходит просто спустя дня три до дня три-четыре там да вот тут шасси они стоят готовы сузы для того чтобы лишних движений не происходило то есть сразу стараются выгружать и монтировать на шасси фургон приходит из новосибирска в разобранном состоянии но в виде конструктора правильно по но есть у нас два варианта поступления фургонов первый вариант это когда мы фургоны небольших размеров ну например мороженицы вот как он там стоит формат мы их сюда привозим готовы для того чтобы ускорять процесс монтажа на транспортировка дороже получается по сути воздух же везете транспорт вот именно мороженицу как раз дешевле перевести собранную потому что достаточно сложный процесс ее сборки и требуется специальный стапель для того чтобы панели склеить качественно поэтому мы осознанно да может быть чуть-чуть переплачиваем но мы знаем то что этот фургон собран на заводе и он качественный до собрана именно на нужном оборудовании пока здесь у нас такой возможности нет использовать такое оборудование поэтому ну вот мороженец они приходят готовы а большие фургоны которые невозможно перевести готовыми мы перемещаем сюда в виде комплектов ну вот например все что-то мы большое видели возили на и сузу на хина это все приходит комплектами сюда люди у нас обученные на это не собирают мы в прошлом видео показывал я да что на самом деле именно вот эти фургоны обычные за термите они конструктивно уже предусмотрено все для того чтобы можно было их просто собраться собрать с минимум приспособлений каких-то с минимальными влиянием скажем так человеческого фактора машина интересность сразу не обратил внимание у нее сзади не поставили просто второе колесо или что нет это вообще я надеюсь это будущее нашей страны это именно взят базовое шасси это базовое шасси и установлена дополнительная ось тем самым очень актуальная история для москвы потому что мы имеем грузоподъемность такую что позволяет автомобили перемещаться в городе москва при этом вести достаточно много груза она еще пойдет на испытание это опытный образец первый образец в россии а вообще 1 1 все россии на следующей неделе сюда будет установлен фургон и машина пойдет на испытание а идея кому принадлежит такая идея принадлежит одному скажем так ну назовем его фанатам этого дела который но и кстати должен возможно сегодня приедет но это клиенты которые вот из ее желание эту тему развивать россии партнер скажем так наш то есть мы всячески ему помогая реализовать свою идею кости значит константин представитель компании суду дилер да и ему в голову пришла идея использование 3 подкатной оси на средне-тоннажных грузовичках вот я так понял что посмотрели эту идею отдыхая в турции где-то да нет не работая люди подсказали в исузу вы суду что возможно такое сделать я посчитал и вот решил сделать то есть вообще за слову здесь шоссе какое использовала кир 90 масса девять с половиной около пяти тонн грузоподъемность порядка пяти тонн да и вот это вось дополнительная она она а значит мы повышаем общую массу до 12 тонн то есть и дополнительных две с половиной тонны на а удорожание небольшой за этой оси вот то есть мы мы из нее 12 тонн к сделали не знаете какой вопрос константин вот а что там за вот такие как бы стремянки или ограничители это подушка да она подъемная она же поднимают они и тянут все они тянут все я понял конструктив то фургон это все дело не упрется а тут же будет на драмник а то есть еще есть место все понял фургон который сейчас себе воровена заказываю это она будет 13 полетной машиной полноценная средний тоннажник то есть мы сделали из малого тоннажа и средний тоннажник подушка надувается все ось уже отрывается от земли путей по идее еще надо ресурру получается немножко но сдавить так и много нагрузить ну вот вообще уже прилично наверно это да вот она опускается будет средний тоннажник по цене мало тоннажного габаритами по поменьше буду да по городу для развозки ну то есть для для машин как раз которых важен объем не столько важен веса сколько важен объем это хорошее решение я думаю больше для тех у кого вес особенно у тех у кого тяжелая надстройка да с рифом с гидробортом но она же съедает с полной массы я думаю это для пищевиков для магазинчиков вода вода пиво такое но в турции в принципе вот они вот под такими грузами а руку автомат здесь да робот стоит да 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 удорожание будет небольшое я думаю а у исузу есть такая у них существует модель фс вердо полная полная масса 12 тонн она где-то разница у них на миллион также это машина она дешевле намного в обслуживание чем тот средний тоннажный да и по расходу топлива то есть по запчастям по всем экономичнее резина да хороший автомобиль для города ну турки все давно уже просчитали проездили вот испытали мы решили не изобретать велосипед мы выступаем тут как представители вот турецкого завода который выпускает вот эту вот подвеску дополнительно а наш конкурент ближайший вот этим машинам это next газонная а у них нет решения такого встретилась нет но у них даже двумя осями там не выдерживает там рама рамы но нет там рамы рама не выдерживает нет так они для для легких грузов неплохая машина хороший газок цена нормальная но огромное спасибо за интересное решение как бы за информацию о том что вы рассказали вам удачи и внедрить это все делает спасибо вам спасибо спасибо спасибо